Если честно, у меня каждое утро начинается с проблемы. Я думаю, вот готовить сегодня бутерброды на завтрак или нет. Я люблю хлеб, но с другой стороны, его же вредно есть. Почему вредно? Мне кажется, что это тот продукт, который есть можно, просто нужно сдать меру. А я вот не могу себя удержать, когда приходишь в супермаркет и понимаешь, что вот когда выпекают хлеб, мне кажется, что распыляют что-то, что вот создается вот ощущение свежеиспеченного хлеба и хочется набрать вот полную корзину. Ну, я даже не знаю, нет человека, который не любит хлеб, но большинство себя ограничивают, потому что считают, что он вредный или он может быть полезный. Ну, разные же табуки бывают. Ну, давайте поговорим с человеком, который в этом, как мне кажется, разбирается. Ольга Владимировна Баранова, создатель сети ремесленных пекарен и кафе под названием Лавита. Все вы наверняка знаете это название, в том числе Лавита стала заниматься хлебом, да? Да, мы уже пятый год занимаемся производством ремесленного хлеба. Вот ремесленный хлеб, я, кстати, частенько слышу это название, то есть есть промышленный, а есть, получается, ремесленный. Чем они отличаются? Промышленный-то много, а ремесленный-то как-то ручной труд или что? Ну, вы абсолютно правильно говорите, потому что есть такие понятия, да, как, допустим, молочной продукции. Есть молоко, а есть молочный продукт. Вот я также считаю, что есть хлеб, а есть хлебный продукт. Ну, вы назвали его промышленным хлебом. Это тоже правильно. И между ремесленным хлебом и промышленным хлебом огромная разница. Она заключается в том, что это самое главное отличие в том, что ремесленный хлеб производится с особой технологией тестоведения. Это хлеб длительной ферментации или длительного брожения. Кроме того, он выпекается в специальных подовых печах. Это совершенно отличные печи от тех, которые мы знаем, электрические, духовые, да, или ротационные. И, безусловно, это мастерство пекаря, который знает правила тестоведения. Нарушение каких-либо пунктов из этого не получится. А вот, судя по фотографиям, все делается вручную, да? То есть настоящий хлеб обязательно вручную, а при этом санитарная норма соблюдается? Ну, безусловно, конечно, как на любом пищевом производстве обязательно соблюдается санитарная норма. Конечно, там еще как минимум температурная обработка в дальнейшем печи. А еще, я знаю, в магазинах появляется хлеб, называется подовый. Это под название, это по названию печи подовой, да? Да, подовый хлеб может выпекаться в подовых печах, но совсем не быть ремесленным. Просто название, маркетинговый ход. Да, да. А подовая печь, она вообще какая? Вот видно было на фотографиях сзади у вас такая печечка. Ну, вот подовая печь, это производная от печи, русской печи, помните, которые стояли в каждой избе. У них такое круглое отверстие было. И внутрь, когда прогорали дрова, погружался либо чугунок, либо пироги, уже в нагретый камень. И вот современные подовые печи производятся по такому же принципу. В каждой печи есть под, просто он квадратный. И там обязательно есть камень, шамотный камень, который имеет определенные свойства набирать температуру и равномерно ее отдавать. Откуда вы все это знаете? Вы специально изучили технологию производства? Да, я не просто изучила технологию производства, я сама пекарь, который может испечь любой хлеб самой высокой сложности. Ольга Владимировна, вот вы сейчас сказали, да, хлеб самой высокой сложности. Понятное дело, давайте назовем промышленным хлебом, что он выпекается на большую аудиторию, что там, ну, наверное, невозможно заморочиться и каждой булке уделить внимание. Что касается ремесленного хлеба, это очень круто, что можно произвести, что можно сделать по соблюдению всех там мельчайших каких-то технологий. Но это ведь ведет к удорожанию продукта, наверное, причем кратному. Или все-таки удается как-то сдержать цену? Абсолютно правильно вы говорите. Ремесленный хлеб – это хлеб другого уровня стоимостного. Он, безусловно, дороже и в несколько раз дороже, чем хлеб, который мы покупаем в супермаркетах, который производится на хлебозаводах. Ну, это так же, как вот есть обувь из кожзама, а есть из натуральной кожи, да? Натуральная кожа, разумеется, будет дороже. В этом смысл тоже. Мука используется примерно везде одна, одинаковая, только цикл производства хлеба на промышленном предприятии, на ремесленной пекарне, он существенный. Это главное отличие ремесленного хлеба, что цикл тестоведения не менее 12 часов должно находиться в брожении, а лучше, если больше, до 36. И только тогда этот хлеб становится ремесленным и полезным. Вы знаете, вот я о чем подумал, что можно маркетингом завлечь людей и сказать, у нас, значит, здесь ремесленный хлеб, по сути, он не ремесленный, а промышленный. Люди, многие, готовы платить за качество, платить дороже, в этом нет ничего такого особенного. Вот как различить хороший ремесленный хлеб от того, который просто назвали ремесленным в целях просто привлечения клиента? Ну, в первую очередь, вы должны задать вопрос, сколько хлеб, чаще задают вопрос, есть дрожжи или нет дрожжи. Ну, это самый вопрос, который ведет в никуда, он ни о чем не говорит, он не отвечает. Ну, тем более, сейчас половина хлеба пишут без дрожжевую, без дрожжевую. Да, один хлеб от другого хлеба. Основное отличие ремесленного хлеба, если вы спросите продавца, сколько он находился в стадии брожения или ферментации, если продавец вам точно отвечает, вот прям не задумываясь, тогда процентов 80, что вы купите ремесленный хлеб. Если продавцы не знают или на ценниках нет времени, да, производства этого хлеба, то вы купите обычный хлеб, произведенный маленькой пекарни в коротком цикле брожения, и он ничем не будет отличаться от того, что готовится на заводе. А внешне можно отличить? Можно. Вот вы пока не видите, но сейчас увидите, Ольга Владимировна принесла три образца своей работы, да? Да. Может, на забуханке, да, наверное, хлеба? А можете в руки взять? Могу, да. Безусловно, можно отличить. Основной особенностью ремесленного хлеба является, если вы на корочке видите вот такие вот маленькие пузырьки. Пупырышки, да. Это остаточные сахара, которые образуются после длительной ферментации, после работы молочнокислых бактерий, дрожжей и ферментов. И только у ремесленного хлеба они вот имеют, корочка имеет вот такую вот особенность. А весь остальной хлеб будет гладкий, корка будет гладкая, ровная, блестящая и не будет таких. У ржаного хлеба это относится только к пшеничному хлебу. Ржаной хлеб по другому принципу. А давайте его тоже покажем. Производится и формируется. Булка хлеба ржаная, она выглядит вот таким образом. Она может быть с разорванной корочкой, при этом он всегда тяжелый, плотный, мелкопористый. И особенностей его, особенных таких вот внешних вы не найдете. То есть разорванная корочка – это не брак, ничего такого? Нет, это особенность тестоведения и запека именно ржаных хлебов. А третий? А третий – это багет, который тоже пшеничный, на нем вы тоже увидите вот эти маленькие пупырышки, который говорит о том, что данный багет был произведен в технологии длительного брожения, 18 часов, тесто только находилось в стадии брожения. Я напоминаю в Италии и Париже багеты. Да, абсолютно такой. Да, 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 совершенно верно. Я еще думаю, чем они от наших отличаются? Багет – вообще хлеб одного дня. То есть вы его утром купили или сегодня съели и на завтрашний день… А вот два остальных вида хлеба, их сколько можно хранить? Наш хлеб можно хранить длительное время. Я скажу, что я лично проводила эксперименты у себя дома. Я покупала вот мой любимый король всех хлебов – тартин. У меня он хранился в холодильнике, вот в качестве эксперимента… В холодильнике все-таки лучше держать, да? Нет, в качестве эксперимента. В холодильнике он у меня хранился практически 45 дней. И я могла его достать, порезать и съесть. Он не был… Никакой плесени на нем не было. Он был достаточно съедобный в качестве… Ну, мягкий. Безусловно, какие-то его характеристики уже утратились. Там хрустящей корочки, сочного мякиша, да. Ну, это не свежий, испеченный, конечно. А хранили в целлофановом пакете или нет? Вообще, я рекомендую хлеб, наш ремесленный хлеб, хранить, да, в пакете в целлофановом, не в бумажном. Бумажный хлеб затягивает влагу из хлеба. То есть он комбинированный. Я-то думал, почему комбинированный? Нет, все-таки целлофановый лучше. Да, то есть целлофан и бумага одновременно, да? Да, если есть такой пакет, то это хорошо. Ну, и в любом случае, его долго, ну, вообще нет смысла хранить. Кому надо покупать хотя бы раз в два дня булку хлеба свежего. А я еще слышал, что вот ремесленники говорят, закваска хлеба, и она как-то вот там хранится какое-то определенное время, и за ней как-то ухаживают. Можно вот об этом чуть-чуть поподробнее? Вот понятие… Ты собираешься выпекать дома? Нет, я просто слышал, как стало интересно, что там годами могут как-то вот ее поддерживать, питать. Да, выращивать, да. Да, выращивать, воспитывать, оберегать, хранить. Закваска – это такая культура, которая у нас в цехе, ну, и вообще на производстве, самая главная такая субстанция, вокруг которой мы пляшем вообще все танцы Африки и вообще все танцы мира. Она очень требовательная к температурному режиму, к сроку своей жизни. Ее постоянно нужно использовать, постоянно кормить ее нужно. Помните, раньше была игра такие «Покемончики» электронные, и там, если ты вовремя не покормил покемона, он у тебя умирал. Вот с закваской происходит та же самая история, если вы вовремя ее не подкормили, то она погибает в буквальном смысле слова. Ее процессы активные заканчиваются, появляется высокая кислотность, и все микроорганизмы в этой кислотности погибают. Поэтому очень важно ее все время держать в том состоянии такой зрелости, близкой к пиковой, чтобы она была продуктивной в процессе тестоведения. И вот чем дольше она живет, тем лучше получается в итоге хлеба. Нет, смысл даже не в этом, что она дольше живет. Безусловно, вот есть тип закваски в нашем цехе, это будет одна закваска, в соседнем цехе это будет закваска с другим типом микроорганизмов. И очень важно, конечно, чтобы она всегда была такая зрелая, активная, бодрая, и вот это важно сохранять. А большая конкуренция на рынке хлеба? Ну, если честно, я каждый раз, когда выбираю, вот просто теряюсь, сколько там разных видов. Некоторые могут называться, в том числе, ремесленные. Но, если честно, на вкус они почти ничем не отличаются. Конкуренции по ремесленному хлебу практически нет в городе Хабаровске. Я бы сказала, вообще нет. Потому что два с половиной предприятия занимаются производством именно ремесленного хлеба. В основном промышленные, да, продаются? В основном это хлеб, да. Я бы его не промышленный называла, а хлеб очень короткого цикла. То есть, когда хлеб готовится там за два, за три часа с момента замеса и до момента запека его. Вот. Ремесленный хлеб, я еще раз повторю, его исключительная особенность в том, что ремесленный хлеб – это хлеб длительного цикла брожения. Не менее 12 часов и более. А где все-таки приобрести, вот если я готов попробовать? Например, это же не просто прийти в супермаркет и купить. Потому что там совсем другие объемы. Это ведь речь идет как раз о ремесленном хлебе, как раз о небольших объемах. Да, абсолютно правильно. Ну, для того, чтобы вообще познакомиться с ремесленным хлебом, с его вкусом, особенностями вкусовыми, я думаю, что это надо сделать в нашей пекарне. Вы получите эталон, и я прям скажу, что вот прям эталон настоящего хлеба, длительного брожения ремесленного. Самый сложный вопрос. В день сколько можно есть? Хлеба? Да. Как любой продукт. Не обидаться. Но то, что хлеб нужно есть каждый день, всем, начиная от детей, заканчивая взрослыми, любого возраста, просто необходимо есть хлеб. Ну, это так же, как мясо. Просто человек сформировался на определенной культуре питания. То есть мясо должно быть, хлеб должен быть, хотя бы немного. Но я все-таки скажу, что именно ремесленный хлеб. Да, да. А еще есть ржаной, есть пшеничный. Ржаной он более полезный? Нет, это миф. Ржаной хлеб не полезен более, чем пшеничный. Сложился такой миф в связи с тем, что вообще раньше, еще до революционной времена, пшеничный хлеб ели только очень богатые люди, потому что пшеничная мука была дорогой, а ржаная была более дешевой. Поэтому ржаной хлеб ели люди более бедного сословия. Со временем как бы все поменялось. И вот такие мифы, да, которые существуют, непонятно в связи с чем они образуются. Пшеничный хлеб более насыщен микроэлементами, витаминами. Я уже не говорю про все остальные свойства хлеба, как антиоксидант, у него низкий гликемический индекс. То есть он более полезен. То есть если не нравится ржаной хлеб, вовсе не обязательно заставляйте его ели? Нет, не надо мучиться, это только дело вкуса. А полезно, безусловно, только пшеничный хлеб. Главное, чтобы был ремесленный, да? Вот это самый важный фактор, да, чтобы был хлеб длительного брожения. Спасибо большое. В завершении спрошу, вы сами сколько хлеба съедаете в день? Я ем два раза в день хлеб утром. Я ем норма человеческая ладонь хлеба полтора сантиметра. И вечером. Маслом? Хоть с чем. И с маслом, и совсем подряд. Ремесленный хлеб, его можно и есть. Его можно и так есть. Я вам больше скажу, что я иногда, вот особенно приезжаешь откуда-то с командировок по России, я так скучаю по хлебу, потому что я даже в Москве не всегда могу найти хлеб. Да, граница, но вот хлеба там не найдешь. За границей? Нет, в Европе-то есть, но боец. В Европе культура хлебопечения ремесленного очень была развита. Это мы вообще отстали там на 150 лет от этого. И у них очень активное хлебопечение ремесленное. Ну, теперь в Хабаровске оно возобновляется. Поэтому я могу и полбулки съесть, когда приезжаю из Москвы. Спасибо. У нас в гостях была Ольга Владимировна Баранова, основатель сети ремесленных пекарен и кафе Лавита. Ну, Лавита теперь занимается ремесленным хлебом.